На прошлой неделе в Твери масштабно отметили День эколога. В разных районах города приводили в порядок общественные зоны отдыха и высаживали деревья. Однако то, что одновременно с этим происходило на набережной Степана Разина, мало вписывается в понятие экологичности. Там зачем-то обкарнали любимые многими горожанами тополя. В месте, где можно было прогуляться под пышными кронами, остались лишь голые обрубленные стволы. Для преподавателя английского языка Ирины Виржиковской, эта аллея на набережной Степана Разина неподалеку от парка Воксал значит очень много. Уже больше 20 лет она регулярно бывает здесь, прогуливается с питомцем, дышит свежим воздухом. Однако очередной визит в это место на минувшую неделю очень сильно расстроил женщину. Это, конечно, был шок. Просто шок. Начали обрезать ветки. Обрезали не сухие ветки, которые действительно висят и представляют угрозу, а рубили молодые деревья, совершенно здоровые. Под зубья пилы попали десятки тополей. Их буквально лишили кроны и оставили лишь голые стволы. Причем срубленные ветки все выходные пролежали тут же на земле. Ирина Виржиковская такой подход к облагораживанию территории, иначе как варварским, назвать не может. Существуют определенные сроки. Как можно рубить вот эту роскошную распустившуюся крону, так безжалостно сваливать просто на берег, когда уже гнездятся птицы, сколько повалили деревьев, вот тоже в известном парке вокзал, вместе с гнездами. Мне кажется, это просто бесчеловечно. Справедливости ради отметим, территория действительно давно нуждалась в благоустройстве. Эта часть набережной Степана Райзина ни в какое сравнение не идет с территорией, которая начинается возле детской областной больницы, где очищен берег и выложена тротуарная плитка. Однако то, какими методами начали менять облик этой аллеи, вызвало среди местных жителей волну недовольства. Сейчас, конечно же, совсем стало все отвратительно здесь. Мне не нравится, что они спиливают тут и тем самым губят природу. В попытках разобраться в происходящем мы обратились к работникам, которые в момент съемки грузили в самосвал спиленные ветки. Как выяснилось, занимается подобным сомнительным благоустройством на набережной Степана Райзина муниципальное учреждение «Зеленстрой». Впрочем, будут ли деревья расти гуще и будут ли расти вообще, вопрос открытый. Как отмечают биологи, подобная обрезка зачастую фактически означает уничтожение дерева. Директор ботанического сада ТВГУ Юрий Наумцев поясняет, что далеко не все деревья продолжают расти после подобного хирургического вмешательства. Проценты гибели при этом очень высокие у подобных деревьев. Дерево будет пытаться выжить. У него есть определенный запас спящих почек не только в кроне, но и в зоне ствола, в том числе, и особенно у тополя. Если будет достаточно влаги, если температурный режим и погодные условия будут благоприятны, если дерево не заболеет, то дерево может остаться жить. Правда, крона восстановится уже очень уродливой. Между тем, городской администрации настаивают. Подобная рубка деревьев была просто необходима. В Департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта заявляют, что насаждения представляли угрозу для горожан. По результатам обследования было выявлено, что большая часть деревьев являются аварийными. Они подлежат либо сносу, либо обрезке. Выдан порубочный билет. И работы по валке и обрезке ведутся в рамках муниципального задания зеленстроя. Вот только местные жители, живущие здесь, ничего аварийного в спильных тополях не видели. Да, старые сухие деревья в окрестностях действительно есть. Но они располагаются в нескольких десятках метров от попавших под пилу тополей, вблизи частных домов. Но почему-то обрубать начали именно вполне крепкие деревья. Надо было начать, где наш жилой дом. Красные ворота. Вы видите, если честно, какая сместа листва. Даже их большие машины сложно им пройти. Там постоянно больше падают все эти ветки. Однако пожелания местных жителей городскими властями услышаны не были. Старые сухие деревья остаются угрожать домам граждан. А вот крепкие стволы остались без кроны и теперь больше похожи на столбы. В итоге город частично потерял еще одну зеленую зону. А горожане с болью в сердце теперь взирают на когда-то любимое место для прогулок.